Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Еще раз пересказывать это не буду Давайте я действительно расскажу про выбор дистрибутива, а потом посмотрим Вот ведь в чем дело Когда мы с вами тут разговаривали о каком-то линуксе Мы вдавались в некоторую область мифотворчества Такую сказочку рассказывали про какой-то линукс, которым все здесь присутствующие теоретически могут воспользоваться Вот, это при том, что такой сущности, как операционная система линукс и даже операционная система гну линукс В количестве одной штуки не существует Вот, об этом мы регулярно вспоминали Но тем не менее вели речь именно о том, что для всех этих линуксов является общим Цель моя была понятна какая Я хотел составить список чего-то, того, что я назвал инварианты Что с одной стороны, было бы не вредно знать каждому, кто хочет осваивать линукс системы А с другой стороны, сам факт того, что это является инвариантом Позволяет нам считать, что, возможно, вот эти встречающиеся в большом, подавляющем количестве линукс систем вещи Имеют какое-то большее значение, чем просто прихоть какого-то там разработчика Что тот факт, что они всем нужны и везде есть, означает, что это вот, если даже и голые технологии без налета, какой бы то ни было теории То, по крайней мере, технологии востребованные Или же имеющие под собой некую теоретическую базу Что, в общем, тоже полезно Вот Настал черед поговорить о том, хотя бы немножко Чем эти самые линуксы разнообразные различаются Вот И, кстати, не только линуксы, но это уже немножко за рамки выходит Почему? Потому что, если следовать вот этой идее Давайте освоим линукс за один семестр и дальше будем им пользоваться То, в общем, у этой идеи, будя она не чисто умозрительная, а хотя бы слегка практическая Есть одно неприятное свойство, да А именно последняя часть этого утверждения Давайте дальше будем им пользоваться Вот Сразу встает вопрос, для чего? Нет, не так Для начала давайте определимся Определимся с тем Вокруг чего будет крутиться этот самый выбор Довольно глупо говорить Ну, вернее, так Слегка некорректно Смягчу формулировку Слегка некорректно говорить о том, что мы пытаемся выбрать себе операционную систему Операционная система, напоминаю, это такая штука, которая установлена на компьютере и выполняет основные системные задачи И является платформой для решения пользовательских задач, да, то есть в нашей терминологии операционная система это то, что вот сейчас уже работает Возможно также операционной системой можно назвать и некий свод документации по тому, как этой системой пользоваться Естественно, выбор будет, должен происходить в случае Linux, в других терминах Вот, и я предлагаю для этого использовать термин дистрибутив Значит, напоминаю, что дистрибутив это некий сборник программных продуктов и вообще каких-то вот компонентов На там едином носителе, будь то диск или сеть или где-то еще, они находятся там, эти компоненты Из которых можно путем установки сделать операционную систему на вашем компьютере При этом не просто ее сделать, да, а ее модифицировать, настраивать, дополнять другими компонентами Наоборот, значит, удалять, то есть кастомизировать Ну, короче говоря, дистрибутив это как раз тот самый механизм, который позволяет вам сделать на вашем компьютере Ту операционную систему, которую вы хотите из этого самого вот набора Ну так вот, дистрибутивы как раз бывают очень разные И в контексте выбора, скажем так, того, с чем потом придется иметь дело Видимо, в первую очередь надо разговаривать о выборе дистрибутива Чем характерны, собственно, дистрибутивы? Это что? Ну, давайте вспоминать, да Что такое дистрибутив, помимо того, что, помимо того определения, что это такой блин, да На котором налито там какое-то количество пакетов Хотя это тоже важно, да Значит, дистрибутив это носитель какой-то с каким-то срезом из хранилища Да, я сейчас говорю максимально общо Вот По крайней мере, то, с чего вы будете производить операцию установки Явно не может содержать все хранилище целиком Если только по каким-то причинам вы не выбрали, ну уж совсем, такой вот Маргинальный дистрибутив, в котором нет никаких пакетов, кроме тех, которые влезли на ваш флоппи-диск Такие тоже есть Значит, носитель И установка с него Мы в прошлый раз говорили на эту тему, что, в принципе, понятие установка, ну, вернее, развертывание операционной системы, да Может не включать в себя, собственно, понятие установку, то есть перенос операционной системы на какой-нибудь там жесткий диск Да, в случае лифсиди или виртуальной машины мы можем этого избежать Или, скажем так, резко упростить это дело В случае виртуальной машины, например, бывают предустановленные образы Вы его запускаете, а он сразу работает, установленный Я даже такими пользовался Правда, не с целью протестить дистрибутив, а с целью протестить какие-нибудь мрачные, огромные программные продукты Установка и развертывание которых требует там много знаний Редмайн какой-нибудь Он есть готовый прямо в виде сборки там Дебиан плюс Редмайн, в QEM запускаешь, все хорошо Вот Хотя, в общем-то, это, видимо, не самый важный фактор В конце концов, все установщики более-менее одинаковые И мы либо сможем что-то установить, либо не сможем Что еще такое дистрибутив? Это технологические... Это сообщество Когда мы говорим о сообществе, мы говорим о чем? О информационном пространстве И о технологических ресурсах, которые есть у этого сообщества Что я имею в виду? Ну, в случае информационного пространства, мы видим, значит, на каком языке люди общаются Да? В основном Какие есть у них, как бы, ресурсы в сети, на которых лежит информация О чем эта информация Каков профиль самого сообщества То есть, кто является основным пользователем данной группы дистрибутивов Ну, вот такого рода вещи То есть, зачем нам это знать? Нам это знать за тем, что мы потом будем понимать, от кого и какой помощи нам ждать Что, кстати, технологических ресурсов? Если у нас есть идея, значит, заняться там программированием, изготовлением пакетов, еще чем-то, да То надо посмотреть, насколько нам просто будет делать в рамках данного сообщества Вот И того стиля, который оно привязывает Хранилище Понятно, да, значит Ну, объем, да Что там за люди Это тоже, в общем, относится к сообществу Но это немножко отдельная тема Вот Что еще можно отнести, когда мы говорим про дистрибутив? Популярность Популярность Ну, как, относится, но еще раз, да Если пакетный менеджер есть, а он в какой-то форме всегда есть То я, честно говоря, не вижу особой необходимости Вот человек, который там полгода назад узнал, что такое Linux, ну, условно говоря С тех пор так особо его не трогал Вдруг встал в позу и сказал Хочу использовать только дистрибутив, в котором пакетный менеджер Pacman Вот Наверное, его кто-то подговорил Знаете, я еще в раздел сообщества впишу такой пункт аудитория То есть на кого, собственно, из кого, кто это, что это за люди? Какой профиль в сообществе? Громче Громче Да, но я не написал это Это просто важный пункт, да Насколько большое и развито информационное пространство Какие предоставляют технологические ресурсы И кто это люди, да, и аудитория Вот Популярность, соответственно Это нам понадобится тогда, когда мы решим, о чем мы хотим делать дальше Да, вот Хотим ли мы рассчитывать, что зайдя на сайт там Мегапрограммы от Вася Пупкина В точка ком Мы увидим внезапно пакеты для нашего дистрибутива Да, или вот не увидим мы этого делу Вот Что еще входит в понятие дистрибутив Более узкие вещи Вот там же, где носитель Такого же примерно размера Это А, нет, ну это пускай здесь остается, да В разделе носитель Вот какие конкретные пакеты входят на конкретный носитель Допустим, мы хотим поставить Linux и ничего больше не делать Не подключать никаких хранений, ничего, вообще ничего Поставил, не работает и не трогает Тогда, скорее всего, мы захотим такой дистрибутив В котором все в одном месте лежит Мы так бы ставимся Оно взлетает из коробки И вот Мы ничего не делаем Возможно, мы захотим еще посмотреть на дистрибутив С точки зрения продаваемых услуг Услуги То есть, вот мы используем дистрибутив Можно ли к нему прикупить что-то Что позволит нам этот дистрибутив Как-то вот, ну Что-то с ним такое, ну неважно, да Техподдержку купить Как-то там, не знаю Сейчас он музыку продает через Ubuntu Чичи-чичи-чичи-бунту-уан, да А как же Облако, да, ну мало ли что Вот была же история про то, как Этот самый производный дистрибутив, который Минт Внезапно захавал все деньги за продажу музыки Кстати, кажется, они потом передумали Ну вот, совсем недавно Вчера или вчера была информационка, что там что-то произошло Разборки продолжаются Ну, понятно, что взяли и захавали Неожиданно В общем, услуги Немаловажная вещь, если, повторяю, мы Либо мы сами не хотим быть линуксоидами, да Либо мы-то, может быть, и хотим А вот наши пользователи настолько не хотят Что нам проще убедить их там Напокупать какой-то техподдержки со стороны Да, вот Потом пойти к ним и сказать Вот знаете, я вам целую компанию перевел На ваш линукс Поделитесь со мной Да, ну неважно В общем, дистрибутив Можно в этом смысле рассматривать с разных сторон В смысле, повторяю, последующего выбора А вот теперь давайте посмотрим Зайдем к проблеме с другой стороны А почему это мы вообще начали оценивать Оценивать Вернее, выявлять какие-то параметры дистрибутива С какой стати? Очевидно, потому что мы ответили на вопрос номер ноль Зачем нам линукс? В самом деле, а он зачем? Чтобы что? Вопрос не такой праздный, как кажется Потому что в зависимости от ответа именно на вопрос Зачем мы вообще с этим всем связались Будет и наш выбор дистрибутива Понятно, что Такого В редких случаях бывает ответ на вопрос Зачем такой вот Straight forward Как правило, это ответ множественный Ну, там мне сказали, что линукс это круто Я увидел, как парень работает Там все окошки шевелятся Вот Там Бла-бла-бла Ничего плохого не вижу в такой мотивации Если это по фану, да, если это весело Да, интересно Отлично И это один из пунктов ответа на вопрос Зачем мне линукс? Мне интересно в него потыкать Он такой весь из себя Живой, пушистый Вот Да Другой вариант Я знаю, что как бы Даже средней степени продвинутства линуксоиды Это такие серьезные специалисты Им легко найти работу не бидлокозером А чем-то более таким серьезным Да Это влияет на мою экспу Если как бы изучая операционную систему Которую можно изучать Я повышаю свою стоимость как специалиста Отличная мотивация И так далее, и так далее Я не хочу иметь вирусы Я хочу сделать программу Которую бы Компьютер, который можно выставлять Белым айпишником в интернет Отличный ответ на вопрос Я хочу сопровождать там кучу машин По той же самой теме То есть их админить И мне не хочется иметь Такие вот проблемы Которые бывают там с виндой Словно говоря Каждый раз на всех этих моих машинах И так далее, и так далее, и так далее Ответов на вопрос зачем Может быть очень много Прежде чем Как бы вот с головой пускаться В один какой-то конкретный линукс Было бы неплохо для себя Хотя бы представлять Зачем он вам нужен В том числе есть ответ на вопрос Нафиг мне не нужен этот линукс Я вот про него все узнал И понял, что Для моих целей Целей Та операционная система Которая в данный момент Стоит на тех компьютерах Где я, значит, имею доступ Она вполне устраивает Я на линукс поглядел Но он интересный, конечно Но вот мне дальше интересно не стало Мне вот достаточно того, что есть Это тоже ответ на вопрос зачем Но отрицательный В этом случае Как бы Линукс вам действительно не нужен Вот Я про это упоминаю потому Что в ситуации Мыши плакали, кололись Но продолжали Компилировать вся программа руками Это, в общем, какое-то немножко отдает странным Вот Хотя, повторяю, да Компилировать программу руками Это отличный способ повысить свою самооценку Да Это тоже вариант Кстати, это тоже вариант Да То есть вот Я не просто так, да Я компилирую программу руками Это тоже вариант Я, между прочим, ничуть его не отметаю Вот В конце концов вопрос Зачем мне Зачем что-то мне Такой достаточно интимный Вот вы для себя на него ответьте И тогда И тогда Окей Ответив на вопрос зачем Можно уже думать О каких-то более таких Ну не ответив, а, так сказать Составив себе картинку О каких-то приземленных критериях Ну, например Для себя вы его будете использовать Или для, условно говоря, других То есть Это Один экземпляр С которым вы будете возиться Или это там Сто экземпляров С которыми вы будете возиться Ну, в перспективе То есть Для чего Да Зачем Это вопрос о цели А для чего Это вопрос о Как это называется О задачах Какие задачи Вы собираетесь решать Обращаю ваше внимание На то, что Понятие цели Понятие задачи Общего между Друг с другом Имеют мало Об этом хорошо знают военные Вот если кто Когда Не знаю У нас существует военный кафедр На него вообще люди ходят Ну, вот в общем Я все время ходил И у них прям вот Чуть что Там прям Цели и задачи Того-то, того-то, сего-то Так вот Это вещи разные Да Цель отвечает на вопрос Зачем То есть С какой целью Что мы хотим достичь А задачи Это какие задачи При этом Мы собираемся решать То есть Условно говоря Наша цель Повысить Самооценку Повысить Моя цель Повысить себе Квалификацию Путем общения с Линуксом Или за счет Я хочу Набить себе Цел Мои задачи Разобраться В программировании Разобраться В администрировании Разобраться Там еще в чем Вот Понимаете Да Вот Это Как бы Немножко Разные вещи Вот Вопрос о задаче Значит В частности Вопрос Дальше Значит Вопрос Который уже озвучил Вопрос Вопрос О масштабах То есть Вы собираетесь Этим Линуксом Заниматься На одном Отдельно Взятом Компьютере Или Ваши Ваши Планы Входят Внедрение Этого Линукса Куда-то Там На второй Отдельно Взятый Компьютер Вот Да А третий Десятый Сотый Масштаб По части Задачи Разумеется Отлично Применимо И часто Бывает Я хочу Иметь Компьютер Да Там Неважно В чем В контаж А вот Ну Что еще Там Бывает Нужно Ну Вот Такие Вот Вещи Да Такой Бытовой Компьютер Между прочим Вполне Нормальный Ответ На вопрос Какие Задачи И вполне Нормальный Ответ На вопрос О целях Да Мне нужен Функциональный Компьютер Который Будет Делать Все То Что Я От него Хочу В плане Его Бытового Использовать Вот Цель Цель Задачи Масштаб Ну Пожалуй Все Не надо Не надо Здесь Мельчить Ничеграничные Ословия Есть Ну Да 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 Значит Понятно Спасибо Значит Третий Пункт Что Должно Необходимо Присутствовать Обязательно Присутствовать На вашем Компьютере Какие Обязательные Вещи Там Должны Быть То есть Без Которых Пользоваться Этим Вашим Линуксом Будет Бессмысленно Я правильно Вас понял Да Евгений Так И напишу Граничные Условия То есть Идея В том Кстати Сказать Довольно Частая Ошибка При Выборе Дистрибутива И вообще Линукса Именно В том Что Люди Внезапно Потом Обнаруживают Что Им Там Кровь Износу Нужно Не знаю Выброс Не просто В игрушке А в какую Конкретную Игрушку Причем Каждый месяц Она новая Это конкретная Игрушка Именно в нее Они До смерти Хотят играть Потому что Она только Позавчера Вышла Они только Позавчера Сторинтов Скачали Вышла Она раньше Нет Выдет Она послезавтра Вот Это Весьма Серьезные Условия Которые Вообще Ставят Под вопрос Зачем вам Линукс Или Зачем вам Линукс В этом месте В Модные Игрушки Которые Работают Условно Говоря Исключительно На Иксбоксе И Вензе Иногда На Маке Но Не всегда Далеко Не всегда Наверное С Линуксом Там будут Проблемы Да Они Реальные Есть Вот И делаем Не только В игрушках Та же Самая Картина Допустим Я хочу Линукс Но чтобы Обязательно Работал Последний Фотошоп Он Кажется Как-то Работает В Но Какой смысл Ставить Линукс Чтобы Потом Ставить Вайн В него Ставят Фотошоп Там Офис Что еще Обычно Ставят Тхебат Извините Да Все остальное Осталось Только Выбросить Линукс И ваш Ваш Виндус Готов Понятно Что Никаких Лицензионных Поблажек От Установки Фотошопа Вайн Вы не Получите Ровно Никаких Он Как стоил Там Семь 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 Все остальное Тоже Будет Стоит Никуда Ни Ну Окей Да Совершенно Справедливо В граничные Слова Также Входят Еще Какие Железяки То Есть Прежде Чем Переходить На Линукс Надо Посмотреть Вот Критично Для Вас Что Ваш Извините Вин Модем Который В вашем Ноутбуке Есть Там Сбоку Такая Дырочка На два Провода Вообще Он Будет Поддерживаться Не будет Уже Нет В вашем Ноутбуке Потому Что И Ноутбуки Такие Не делают Я Просто Пример Устройства Которые Скорее В линуксе Работать Не будет Да Бывает Железо С которым Есть Проблемы И Это Важная В Граничные Условия Входят Ограничения По ПО Ограничения По Аппаратного Обеспечения Бывает Ситуация Когда Сам Псио Линукс Не подходит Да Я Нужно Не Линукс И Даже Не Винга Там Что Эдакое В X Free BSD Есть Такой Вариант Ну Окей Цифка А вовсе Не Линукс Потому Что У вас Есть 6 12 Интерфейс Вы Хотите На Них Вот Такой Firewall Линукс Умрет Просто От Количества Информации Передаваемых По 12 Интерфейс Я Надо Представить Такую Платформу Что 12 Карточек Вогнать А Ну Как 6 Двойных Псиэкспресс Этих Самых Псиэкспресс Ну Естественно Там Это Не Жует Короче Вам Даже Не Циско Нужно Вам Джунипро Нужно Таких Случа Ну Окей Давай Теперь Немножко Чуть Чуть Поговорим О Дистрибутивах Как Я Не Бывают Возможно В плане Раздачи Рекомендаций Раздачи Рекомендаций Которые Из них Для чего Более Пригоден На сегодняшний день Самый популярный Дистрибутив Какой Ubuntu Mint Да 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 Супа Супа Того Супа Mint На Дистрибутивах Всех Заел Mint Есть Такой Сайт Дистрибутивах Точек Ком На котором Уж По крайней Мере Там Не знаю Я Не знаю Как Первые Десять Да Но Вот Первая Сотня Достаточно Актуаль В том Смысле Что Есть Некоторые Специальные Ходы Чтобы Попасть В Дистрибутивах Топ И Люди Которых Это Вообще Волнует Они Применяют Эти Ходы Поэтому Mint На сегодня У Дистрибутив Самый Популярный Дистрибутив Linux Mint Вот Но Информация Которая Недистрибутива Лежит Достаточно Как бы Сказать Правдивая Не путать С истиной Она Правдивая Вот В том Смысле Что Все Что Там Написано Правда Но Это Не Означает Что Это Это Вся Правда Вот Там Достаточно Хорошо Смотреть Что Вообще Бывает В этом мире Вот Из Какой Скоростью Оно Там Релизится И Вот И Там Есть Ссылки На Сайт Соответствующие В общем Хороший Информационный Ресурс По Тому Чем Живет Linux И не Только Linux Бездишные Дистрибутивы Там Тоже Есть Какие Вещи Относительно Дистрибутивов Нас Могут Интересовать Глядь На Тот же Самый Дистровоч Ну Например Является Дистрибутив Производный Производным Это будет написано В том же Дистровоч Что Там Вот Тот же Mint Это На самом Деле Ubuntu Который На самом Деле Деби Но Не Совсем Вот Чем Каковы Достоинства Производного Дистрибутива По отношению К Условно Говоря Корневому Как Правило Производные Дистрибутивы Делаются На базе Дистрибутивов Общего Назначения То Есть много Целевых Да Из известных Ubuntu Fedora Из таких Здоровых Ну Дебиан Разумеется Вот Ubuntu С Дебианом Ну Можешь Считать Ubuntu Производным Дистрибутивом Или нельзя Нет Наверное Дебианом Они Берут Берут Свою Пакетную Базу Дебианом Они Не Собираются Тогда Производные То есть Они только Перелицов Ну Пересобирают Но Не Понятно Все равно Производные Дистрибутивы Окей Понятие Производные Дистрибутив Расплывчато Я Спешу Добавить Давайте Не путать Давайте Вот Как Определим Производный Дистрибутив Это Дистрибутив Который Имеет За Собой Все Вот Эти Характеристи У него Сообщество Которое Им Занимается Да У него Есть Медиа Которые Распространяются Да У него Есть Собственное Хранилище На Базе Которые Он Собирается Собственно Да И Что Там Еще У У него Есть Он Виден На Дистровочи И Его Для чего То Делают Да Он Как То Монетизируется Или Не Монетизируется Если Он Полностью Комьюнити Бэйс Это Не важно Вот Этим Производные Дистрибутивы Резко Отличаются Так Называемых Кастомных Кастом Дистрибутив Это Обычный Дистрибутив Которые Вставили Картинки Или Там Добавили Несколько Пакетов Вот Ровно Так Назвали Обл Джинус МСВС Совершенно Справедливо Примерно Так Примерно Так Примерно Давайте Я Даже Скажу Так Напишу Тут Триаду Корневой Производный Кастомизированный Вот Как правило Главным Отличием Кастомного Дистрибутива От Реального Производного Является Отсутствие Выделенного Хранилища И Достаточно Узкий Круг Сообщества Которые Там Ну Буквально Сводятся К Небольшому Количеству Людей Которые Просто Его Кастомизируют Кстати Минт В этом Смысле Кастомизированный Дистрибутив Они Собираются Прямо Из Убунта У них Там есть Есть Еще Допустим Русская Эфедора Которая Не гуляет Производная Эфедора При этом Имеет Собственные Разницы Ну Дополнительные Ну Ну Хорошо В любом Случа Не четкая Но вот Свойства Кастомности Как бы Производности И Корневистости Они Достаточно Хорошо Видны Вот В чем Недостаток И достоинство Всех Из этих Дистрибутивов И чего Нам От них Ожидать В зависимости От того Какие цели Мы преследуем Корневой Дистрибутив Особенно Если Он Является Гнездом Для большого Количества Производных Как правило Обладает Высокой Популярностью Огромным Сообществом Просто потому Что Нашлось Достаточное Количество Недовольных Этим Дистрибутивом Чтобы из него Сделать Какой-то По их Мнению Лучший Ну Для чего То Они же Делают Производные Вот Типичный Пример Такого Реального Производного Дистрибутива Но он Типичный Вместе с тем Единственный Громкий Это Пресловутая Ubuntu Которая Делается На базе Пакетной Базе Дибиана Но Сообщества У него Хомячков Там очень Много Ну и В общем Приличных Людей Там тоже Очень Много Соответственно У них Очень много Информационных Ресурсов В этом Смысле Марк Он Так Это Поработал Вот У них Реально Они Реально Сейчас Начинают Монетизироваться У них Предлагается Достаточно Большой Спектр Услуг Таких Вот За Деньги Вот И Довольно Важно У них Совершенно Другая Целевая Аудитория По отношению К Дибиан Вот Про Этому Еще Поговорим Типичный Пример Кастного Дистрибутива Это Какой Нибудь Ну Мне Приходит На память Какая Нибудь Едум Андрива Или Какой Нибудь Там Ubuntu Или Что 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 Ubuntu Studio Да Когда Берется Живой Работающий Дистрибутив И В него Добавляются Какие Дополнительные Пакеты Или Что То Допиливается До того Чтобы Начало Работать Из Коробки Для Решения Конкретных Задач Хороший Пример Который Привел Сейчас Евгений Ubuntu Studio Это Мультимедийный Дистрибутив Причем Конкретно Музыкальный По-моему Не Он Создание Контента Видео А да Да Понятно Все Таки Он Более Но Тем Не Менее Да Это Та Ж Ubuntu Но Зачесанная На То Чтобы Задачи По Созданию Контента Мультимедийного Решались Прямо Из Дистрибутив Общего Назначения Производный Дистрибутив Как правило Делается Для того Чтобы Решать Довольно Широкую Группу Задач Например Для Смены Целевой Аудитории Как В случае Дебяна Ubuntu Или Допустим Довольно Много Производных Дистрибутив От Слаквария Существует Который Для того Чтобы Ну Опять Слакварий Немножко Такой Он Комменти Бейзет И там Люди Заморощены Скорее Идеями Технологическими А хочется Сделать Из этого Конфетку Потому что Другие люди Знают Как Слакварий Сделать Конфетку Ну Вот Там Делаются Всякие Что у нас Там Самый Известный Слаковский Дистрибутив Слакс Какой Нибудь Да Что 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 Касается Кастом Дистрибутив То Как Правило Они Делаются Для Решения Какой Нибудь Достаточно Узкой Задачей Вот Зато Утверждается Что Внутри Них Она Работает Скоро Что Касаемо Недостатка Скорее Всего Дистрибутив Общего Назначения Не будет Решать До Конца Ни Одну Сложную Пользовательскую Задачу Типичный Пример Федора Там Сделать Можно Все Но Это Конструктор Соответственно Если Ваша Цель Как Раз Состоит В том Чтобы Освоить Подобного Рода Конструктор То Надо Склоняться К дистрибутивам Как можно Более Общим Потому Что Именно Там Вы Будете Оперировать Огромным Хранилищем В котором Все Компоненты Примерно Одинаковые А уж Свою Пользовательскую Задачу Вам Той Убунта Очень Большая Цель Бага Номер Один Убунта Мировое Господство Багзили Микрософт Большинство На рынке Дистопных Систем Больше Чем Микрософт Бага В том Что Бага Стоит В том Что Микрософт На рынке Дистопных Систем Больше Сейчас Внедрений Чем Убунта Это Бага И его Надо Закрыть Они Фиксит Так Сем Да Да Когда Микрософт Забьет Вообще На Дистоп Ней Систем И Начнет Продавать Сервис Хотя Черт Узнает Марк Жи Тоже Не Дурак Может Он Первый Начнет Они Закроют Как Ноты Баг Понимаете Нет Ноты Баг Типа Пускай Да Значит Как Правило Конструктор Жертвует Зато Если Внимательно Присмотреться Вокруг Сообщества И Аудитории Производных Дистрибутив Вы Увидите Что Там Довольно Много Довольно Много Конкретных Пользовских Задач Большой Спектр Решаются Если Не Из Коробки То Довольно Быстрым Способом Кроме Того Значит А Ну Да Это Я уже Говорил Теперь Если Вы Берете Какой-то Кастомизированный Дистрибутив Как правило Для первоначального Ознакомления Кастомизированные Дистрибутивы Не годятся Потому что В них Как раз Количество Косяков И того Что не работает А в Исходном Дистрибутиве Работало Ну Повышается Ну Убунту Убунту Студию Известно Очень Сильно Нарекания Что Он И ставится На гораздо Меньшем Числе Компьютеров Да Там Много Чего У него Не так Вот Почему Так Потому что Как правило Чем Уже Кастомизация Тем Уже Круг Разработчиков И Тем Дальше Путь До Собственно Обстрима Да Это Вот Такой Суп Суп В того Суп В котором Варился Заяц Был Такой Дебиан Потом Пришел Марк Сделал Зато Дебиан Убунту Потом Выпустил Несколько Производных Дистрибутив Там Тот же Не знаю Кстати Нет Миш К Убунту Это Тоже Производный Дистрибутив Что Делать С Тем Ж Убунту Да К Убунту Он Тоже То есть Это Просто Один Из Линейки Их Там Может Быть Несколько Да Вот Потом Кто-то Пришел Сделал Из него Еще Там Не знаю Там Что-то Еще Какой-то Убунту Стой Или Вот Как С Этим Самым Нашим Нау Линукс Есть Федора Из Федора Делается Цинтоса Цинтоса Делается Сантифик Линукса И Сантифик Линукса Делается Нау Линукс Последний Сантифик Линукс Правда Сделали Непосредственно Из Федора Минует Цинтос То Что Цинтоса Цинтос Релизом Опоздал Из Редхата А Да Да Соврал Не С Федора Из Редхата Ну Важно Не Важно Значит Что 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 Денедавно Релизировался Вот Релизировался Буквально Позавчера Да Значит В зависимости От тех Целей Которые Вы Преследуете Вы Можете Посмотреть Как Раз В каждую Из Этих Трех Сторон Для Начального Освоения Видимо Видимо То есть Нет Надо Все равно Посмотреть На То Как Это Выглядит Да Как Это Выглядит Почему Эта Классификация Может Не Быть Ну Таким Жестким Ориентиром Для Ваших Целей Ну Хотя Потому Что Одно И То Же Сообщество Может Выпускать Само Кастомизированный Дистрибутив Из Одного Того Ж Хранилища Вот Которые Будут И Удовлетворять И Удовлетворять Вашим Целям Типичный Пример Это Допустим Альтлинукс Который Выпускает И серверы И Какие-то Там Вот Да И Веселенький Этот Дистрибутив Симпли Который Действительно Веселенький Такой Да И Там Здоровенный Какой-нибудь Как он там У нас Называется Господи Кентавр Который Вышел Да Там В котором Есть Все То есть Одно И то же Сообщество Выпускает Различные Дистрибутивы Под Различную Аудиторию Другое Дело Что Если Сообщество Одно И то же То Вот Эта Аудитория Будет Ну Не сильно Различна То есть Ну Идеология Построения Средства Управления Они все Будут Примерно Одинаковые Потому что Если есть Какое-то Шикарное Средство Управления То Скорее Всего Оно Будет В Дистрибутивах Сообществ Во всех Дистрибутивах Вот Ну Ладно Это Такой Параметр Рассмотрения Который Позволит Вам Выбрать В частности И список Задач Которые Собираетесь Решать Вот Далее Аудитория Не так Нет Ну почему Целевая Аудитория Вы Это Сами Себя Кем Ощущаете Да Там Обычным Обычным Пользователем Инженером Будущим Администратором Там Не знаю Чем Дистрибутивы Разрабатываются Ну вернее Не так Сообщества Образуются Для того Чтобы делать Дистрибутивы Для чего-нибудь Сами дистрибутивы Выпускаются С гораздо Более Широким Спектром Да Например Какими-нибудь Более-менее Коммерциализированные Дистрибутивы Как правило Выпускаются Для того Чтобы Там Вот Попасть В какую-то Целевую аудиторию Которая Так этот Линукс Ну не купит Да Там Корпоративные Какие-то Здоровые Типа того же Редхата Да Или Какие-то Сильно-сильно Отполированные Типа того же Минта Уж не знаю Чем он всем Приглянулся Дистрибутивы Не знаю Вот А бывают Дистрибутивы И соответственно Процессы разработки Такие Комьюнити Ориента То есть Когда Вся работа Внутри Достаточно Большого Сообщества Она в первую Очередь Идет Для того Чтобы Удовлетворить Ресурсы Этого Сообщества Таковы Дистрибутивы Допустим Дебиан Дебиан Работает Сам На себя У него Нет Никакого Внешнего Потребителя Дистрибутивов Или Слаквари Вот Или Какой-нибудь Генту Да То есть Внимательно Посмотрите На вас Ли ориентирован Данный Дистрибутив То есть Хотите Либо быть Тем Человеком На Которого Это Ориентир Вот Ну Например Какой-нибудь Пример Такой Взять Ну Скажем Комьюнити Рент Дистрибутивы То есть Те Которые Как бы На себя Работают Как правило Достаточно Сложны В Освоении Непрофессионала Ну Вернее Не так Соврал Профессионализм Тут не Нужен В Освоении Человеком Который До этого Про Ленгс Ничего Не То есть Если ваша задача Как раз Состоит в том Чтобы освоить Ленгс В достаточно Большой степени И стать Специалистом В этой области То Комьюнити Ориент Это Конечно Ваша Потому что Вам придется Разобраться С достаточно Большим Количеством Интересных Но не Несложных Задач Но вот Пока вы С ними Не разберетесь Пока вы Не научитесь Пользоваться Всеми Теми Рычажками Технологическими Которые Сообщество Для себя Придумывало Вы В полной Мере Не освоите Это Дело Если же Наоборот Ваша задача Сделать Кухонный Комбайн То есть Машину Решающую Бытовые Задачи То По всей Видимости Вам нужно Смотреть В другую Сторону В дистрибутиву Который Специально Заточен Для того Чтобы Быть Кухонными Комбайнами Тот же Ubuntu Хороший Пример Марк считает Что любая Домохозяйка Должна Уметь Пользоваться Ленгсом Вот он К этому Собственно Все Идет Довольно Важный Технологический Аспект Который Ну Давайте Да Довольно Важный Технологический Аспект Который Следует Принимать Во внимание На основании Которого Может Ну Очень Большой Поворотный Пункт Быть Это Binary Based Или Source Based Дистрибутивы Вообще Говоря Source Based Дистрибутивов Осталось Не так уж Много Буквально По пальцам Пересчитать LFS Ну Это Даже Не Дистрибутивы Тем Не Менее Для Некоторых Целей И задач Он Подходит С Диамин Генту Из Таких Больших И Что Мы Еще Знаем Все Из Больших Мы Больше Не Знаем Ничего Кого Сладвари Не совсем И Арчи Уже Нет То Есть Изначально Бинарный Да Арчи Изначально Бинарный Правильно Вот Короче Говоря Про Что Я Веду Речь Тут Надо Посмотреть Просто Немножко В сторону От Линукса Потому Что Скажем Безде Системы Они Что Фря Что Опен Что Нет Они Все Функционируют По принципу Сорс Безет Сейчас Вот То есть Там Есть Поддержка Бинарных Пакетов Но Она Как Бо Вторична По Отношению К Их Ориентирование Ориентирование На Исходнике О Чем И О Чем Идет Речь Речь Вот О Чем Что У Вас Находится В Хранилище Уже Собранные Пакеты Которые Содержат Бинарники Которые Можно Устанавливать Специальные Процедуры Мы Об Этому Говорили Или Инструкции По Изготовлению Этих Бинарников Как То Мейк Файлы Патчи Специальные Какие Там Сборочные Скрипты Условно Говоря Спеки В той Термонологии Которую Мы Говорили Когда Говорили Про Сборку Есть Повторяю Как минимум Два Дистрибутива Таких Известных Это Linux From Scratch И Gintu Которые Работают По Сорт Бэйзе Технологии Когда У вас Основным Предметом Взаимодействия Обмена С Хранилищем И Со Всем Остальным Является Как Раз Не В чем Бонус Главный Сорт Бэйзе Дистрибутивов У вас Есть Прямая Дорожка К Полному Освоению Технологии Сборки Программ Под Linux Более Того Большинство Описанных Мною Вернее Так Упомянутых Мною Сорт Бэйзе Систем Достаточно Просты В Формальном Освоении То есть Вы Всегда Можете Взять И Поставить Пакет Как Если Бо Был Бинарный Ну Так Вам Придется Компилировать На своей Машине Вообще Говоря Не зная О том Как Это Происходит Выполнить Какие Команды Которые Полностью Соответствуют Команде Установки Пакетов Байнер Бэйз Дистрибутив Но Потом Как Только Вам Захочется Что-то Такое Начать Менять Или Чего-то Осваиваться Вы Увидите Что Процедура Сборки Из Вашем Компьютере И Собственно Вы Ею Все Время Пользуетесь Когда Занимаетесь Этой Самой Пересборкой И Запустить Туда Свои Шаловливые Ручонки Не Составляет Особого Труда В чем Недостаток Банер Сорс Бэйз Конструкций По отношению К Байнер Бэйз Мы Об этом Говорили Когда Говорили О Едином Репозитории Фактически В случае Сорс Бэйз Дистрибутива На каждой Машине На которой Вы Собираете Операционную Систему Она Будет Абсолютно Уникальной Не Похожей Ни На Какие Другие За счет Фич Процессора Это В свое Время В Генту В свое Время Очень Сильно Педалировалось В 90-е Годы Когда Компьютеры Были Тормозные Они Говорили Вот Самый Быстрый В мире Линукс Это Генту Потому Что Вы Собираете На Своей Машине С Поддержкой Всех Оптимизаций Которые Ваш Процессор Может Себе Позволить Генту Самый Быстрый В мире Пингвин Он Плавает Там Со Скоростью Какой Немыслимый Типа Больше 100 Км В Час Могу Сорать Но Много Очень Быстрый Пингвин На Сегодняшний День Как Ни Идея Все Еще Не Угас Хотя Она Не Имеет Такой Уж Откровенного Запаха Ну Вот Быстроты Тем Не Менее Сборка Чего-то С Поддержкой Каких-то Фич Которые Есть Вашем Процесс Или Какой-то Железо И Все Остального Иногда Имеет Смысл Вот Хотя Она Вот Уже Не Такая Глобальная Как Это Было Там В 90-е год Но Вот Главный Недостаток Собственно Их Два Недостаток Первый Это Вычислительная Мощность Не Всякую Современную Программный Продукт Так Уж Легко Собрать На Своей Машине Что-то OpenOffice На Ноутбуке Будет Собираться Очень Долго Что-что OpenOffice На Собираться Очень Долго Вот Для этого Есть Костыли Понимаете Но Это В конце Концов Вы же Этого Хотели Вы Выбрали Себе Source Basic Дистрибутив Ровно Для Того Чтобы Освоить Все Эти Технологии По Полной Программе В том Числе И Дистанция И Другие Костыли Так Что Нет Это Скорее В данном Случай Бонус А Недостаток Да Тогда Да Разумеется Есть Еще Такой Вариант Но Это Такая Немножко Наполеоновская Штука Да Просто Сейчас Я Поясню Комментарии Сзади Смотрите Предположим Ваша цель Вообще Серьезная И Крайне Технологичная Володь Я Помню Что Вы Хотели Сделать Комментарий Хорошо Вот А Именно Вы Хотите Затолкать Линукс Причем Не Ядро Линукс А Дистрибутив Или По Концутер На который До вас Еще Никто Линукс Не Заталкивал Вот Там Вот Какой Разумеется Гораздо Проще Это Сделать Это Все Рано Очень Сложная Задача Но Это Гораздо Проще Сделать Если Тот Линукс Или Та Операционная Система Которой Вы Пользуетесь Подразумевает Сборку На Хосте Сборку На той Самой Машине На Которую Вы Заталкивать Потому Что Тогда Там Есть Вся Процедура Саморазвертывания Из Ничего Вы Как То Собираете Сторонним Компилятором Хоть Что Это Хоть Что Загружаете Там Собираете Хоть Какой То Компилятор Из Него Собираете Нормальный Компилятор Ну И Ну Есть Ну Есть Ну Всего Понятно Что Source Base В этом смысле Намного Лучше Какой ЛФС Вот Он Как Раз Ровно Для ЛФС Можно Развернуть Собственно Говоря Несколько Раз Я Видел Чуть Не В блоге У кого Читал Что Вот ЛФС На Своей Машине Я Уже Развернул Теперь Заталкиваю Туда Деби Вот Там Какой Новый Какой Архитект Вот Так вот Значит Два Недостатка Недостаток Первый Это Необходимость Все Собирать Прямо Тут Или По крайней Мере Необходимость Все Собирать Это Просто Жрет Ресурсы Недостаток Второй Абсолютная Уникальность Получившейся Системы Вы Можете Просто Не в том Порядке Собрать Библиотеки Вот так Получится У вас А в результате Что-то Будет Работать Не так Как У вашего Товарища Ну вот Какая-то Ошибка Которая В силу Взаимоноложения Глюков Никогда Не проявлялась А у вас Проявилась Вот Сидите И ищите С другой стороны Вы же Этого И хотели Это Именно И есть Тот Самый Опыт Который Вы получите Общаясь Вот с Такого Рода Такого Рода Систем Могу Только Сказать Что Популярность Того Жегенту Или Фрибисд Означает В том Числе И в Девелопмент В продакшн Системах Да Я сам Видел Продакшн Системы Написан Агенту Как ни Странно Вот Говорит Только О том Что Эти Ошибки И Эти Страхи Они Уж Там Ну Не Всемирные Не 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 Всепоглощающие Что Вполне Реально Сделать Продакшн Систему На Сорс Бейзет Особенно Если Ее Надо Много И Нудно Кастомизировать А что-то Вот В ней Ковырять Вот Хотя Как будет Сейчас сказано Дальше Есть Компромиссный Вариант Итак Binary Source Based Что Еще Надо Иметь Ввиду Помимо Значит Вот Таких Очевидных Вещей Как Получение Каких То Узлук И Всего Остального Популярности То Вот Помимо Помимо Того Что Здесь Уже Перечислено Да 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 Спасибо Это Называется Жизненный Цикл Надо Посмотреть Как Устроен Жизненный Цикл Того Дистрибутива С которым Вы Хотите Иметь Дело Что Это Значит Это Значит Если Вы Планируете Там Ну Условно Говоря Боевую Систему На Которую Будет Какой То Продакшн Сервис Функционироваться Есть Ли У Этой Системы Обновления По Безопасности Именно И Только По Безопасности То Есть Такие Обновления Которые Не Загубят Вашу Операционку И При Этом Закроют В ней Дыры Или Если Вы Хотите Всегда Быть На Острие Так Сказ Современных Технологий Насколько Часто Выходят Обновления К тому Дистрибутиву Который Вы Поставили Да Если Они Выходят Часто Насколько Они Вообще Насколько Этими Обновлениями Можно Пользоваться А вдруг Атанск Люди Просто Собирают Все Что Шевелится Да И Какие То Вот Такие Нарезки Которые Там У них Сколько Раз В год У них Выходят Полгода Сейчас Вот Два Раз В год У них Выходит Новый Дистрибутив Соответственно Если Ваш Интересует Long Term Вы Используется Long Term А если Быстро То Быстро Вот Совершенно Другая Стория С Дебианом В котором Дистрибутив Называется Вообще Все Хранилище Зато Выходит Они Там Раз Н Лет Как Был Последний Дебиан Выходил В Девятом Году Нет В этом Году А Сквиз Был В этом Году В Одиннадцатом Деся В А В А Понятно Да А Ну да У них Обновление Выходит Еще Точка Один Который Да Там Точно Сколько Ты Да А Упление Было Где-то 2009 Во Значит С Другой Стороны Если Внимательно Посмотреть На жизненный цикл Дебиановских Хранилищ Да Там Наблюдается Такая вещь Что То хранилище Которое Там Тестируемое Да Оно Вообще Говорят Достаточно Стабильный Я видел Людей Которые Держат Боевые Боевые Сервера На Дебиан Стейбл Реально То есть Они хорошо Знают Что туда Ставить Что Что Надо Ставить Что Не надо Но То есть Они Хорошо Разбираются Вот в этой Структуре Да Жизненного Цикла Но Unstable Дебиановский Это тоже Не такая Не очень Не очень Шанс Штука Примерно То же Самое У нас В Альте Да Я видел Множество Людей Которые Работают На Сизифе И Вуз Не Дуют Почему Потому Что Количество Тех Чисто Технологических Тестов Которые Применяются К пакету Копадающему В Сизиф Оно Настолько Велико Что Если Что Там В этом Сизифе Творится И Просто Не обновляться В те времена Когда Там Все Поломано Насильно Вот Когда Питон Собирали 2.7 Вот Собирали Мы его Собирали 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 Он За собой Потянул Там Сколько 1200 Пакетов Что Все 1200 Пакетов Надо было Пересыпать 2.7 Питона Вот Лучше Было Не обновляться Из Сизиф Сейчас Мы Кстати Активно Пересматривается Связано С тем Что Ну Да В общем С Питонами Там Вообще Отдельно Петь Пока Мы Не Дошли Не Приняли Какое Решение Жизненный Цикл Совершенно Справедлив Вот Что Еще Хотел Рассказать Ах Ну Да Давайте Так Сейчас Обсумены Часы Бегом Пробежимся По Дистрибутилам Значит Уже Упомянутый Дебиан И Убунту Прозван Звучали Вот Из Больших Таких Общем Мировых Дистрибутилов Федора И Редхат Федора Это Фактически Community Distra Вот Володь Я таки Забыл Про вас Вы Чет Хотели Сказать Про Генту Насколько Они Хорошо Встраиваются В Эту Общую Систему Они Не Захотят Каких Далить Завис Ну да Я понимаю Это понятно Вопрос в другом Его надо При этом Так Собрать Чтобы Ваше Постоянное Обновление Той Среды Которую Вы Пересобираете Здесь Не Привело К тому Что Опин Офис Возьмет Все Все Будет Продолжать Работ Либо Точно Так Ж Часто Собираться Там В Надежде На То Чтобы Будет В Продолжать Бинарную Офис А вот так вот Понятно Да Просто Скачайте Новый Бинарный Офис Да Мне Вполне Возможно Что Он Будет Уже В Струе Ну Вот Как Вариант Окей Возвращаемся К Федори Редхату Значит Редхат Полное Название Редхат Enterprise Linux Дистрибутива Это Такой Серьезный Коммерческий Продукт У Которого Помимо Свободного Софта Вы Еще Покупаете Тех Обслуживание Специальные Каналы Обновления Что Еще В Общем Много Всякой Маркетой Ерунды Вот Ну А Федор Фактически Community Distro То есть Вот Собственно То Сообщество Людей Которые Всем Этим Занимаются Да Они Крутят Вокруг Федор Вот Надо Сказать Что И то И другое Ну Что Ксается Редхата То Понятно Его Как Б Его Целевая Аудитория Это Корпоративный Рынок Вот И В частности Министерство Обороны Североамериканских Соединенных Штатов Вот А Что Касается Федоры То Я так Понимаю Будучи Таким Конструктором И Достаточно Технологичным Главный Видимо Аудитория Федоры Такие Системные Инженеры Люди Которые Занимаются Внедриенцы Всякие Эти Самые Системные Интеграторы Какие-то Отдельные Админы Вот Такие Люди Они Учисли Более Кого Федоре Есть Практика Так Называем Христин Да Допустим Федоры Электроника Слабост Ага Потому что Вы можете Скачать Болван Который Будет Там Какой-нибудь Средство Программирования Процессоров Кас-инструмент Ага И Построитель Схил Да То есть Фактически Расширять Круг Тех же Самых Инженеров Но Уже За счет Не чисто Программах А Всяких Таких Более Близких Жили Вот Сообщество Федоры Очень большое Я говорю Сейчас Про сообщество Потому что Это Именно В этом Месте Лежит Комьюнити Вот В силу Дороговизны Самого проекта Редхат Который Хормит Федору Огромное Информационное Пространство Я бы сказал Умеренные Технологические Ресурсы В смысле Их Вкусности Вот Там Рухайт Всякие Да Че они Там Еще Умеют Ну Они Как Правило На полшага Позади Да Просто В силу Неповоротности Машины И большого Количества Людей Которые Делают Те Задачи Которые Более Мелкие Люди Пытаются Передоверить Роботам Хранилище Чуть ли не Самое Крупное Или Дебян Больше Дебян Больше Дебян Больше Вот Популярность Ну В общем Один из Двух Самых Популярных Дестрибутивов Если Вы Видите Какую-то Проприетарную Кривульку Скорее всего Там Будет Пакет Под Убунту И Федор Ну Скорее Редхат Федор Потому Что Под Федор Пойдет Под Редхата Назад Не Обязательно Там Гвоздь Есть Разница Кривулька Какая-нибудь Корпоративная Не Это Другое Я имею Ввиду Из Тех Что Вы Заходите На Сайт И Бесплатно Скат Может Что Мы Знаем Из Таких Больших Дополнений Да Просто Кому Интересно Это Я Рекламу Зам Есть Русское Сообщество А Федор Раш Да Которые Это Не Фод Это Есть Федора Хоть У них Отдельное Хранилище Но Ситуация Строго Поддерживается Так Что Хранилище Были Не Противоречивыми Происходят Единая Сборка В Код Ж И Только Потом Пакет Под Существа Есть Более Определенное Отличие К сожалению Соединенных Штатов Очень хитрое Докладательство По поводу Штейчикам И Кемпатри Кодеков Вот Собственно Этим Отличие Ну То есть Если Собирать Свой Собственный Дистрибутив Из Федора Раши Или Брать Федора Раши То Там Будут Те Самые Кодеки И Те Самые Драйверы Которых Нету В Обычной Федоре Да Это 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 Большой Подарок Советскому Народу Честное Слово Потому Что Собственно Главная Претензия Федора Именно Такая Ну Вот Из Больших Еще Дистрибутивов Были Когда-то Сусей Мандрива Сьюзи Да Ни то Ни другое Сейчас Я не рискну Рекомендовать Несмотря На Достаточно Большое Количе Информационных Ресурсов Вокруг Них Посмотрим Что Будет И те И другие В буквальном Смысле Развалились С тем Что От них Произошли Форк Есть Open Сьюзи Который Никакого Отношения К тому Кто Сейчас Владеет Сьюзи Не имеет Вот И есть Как он Там Называется Моя Короче Есть Форк Мандрива Который Произошел Следующим Образом Когда Мандрива Окончательно Разорилась Все Сообщество Ушло Организовало Свой Собственный Дистрибутив Он Кстати Далеко Не Последний В Дистрибутив Мандрива Было Достаточно Большое Сообщество Да Вот оно Осталось И оно Делает Свой Собственный Дистрибутив Который Через АЕ Пишется Как-то Только Не Моем А как-то По-другому Вот Сьюзи Вопрос Да Сьюзи Они Тебе Должны Подпомнировать Как Интерпрайзи Я не знаю Существуют ли Они Вообще Нет Слез Есть Слез Есть А кто Его Сейчас Выпускает Кто У них Хозяин Невел Нет Да Вот Какие Невел Уже Кто-то Кого-то Там Купил Десять Раз Именно Поэтому Я не Хочу Про это Разговаривать Я не Знаю Какие-то Темные Кони В пальто Есть Open Сьюзи Вот Это Да Сьюз Сьюзи В свое Время Сьюзи Был Дистрибутивом Наиболее Скажем Так Успешно Коммерциализирующимся Вот Отлично Делали Интерпрайз Решение Делали Ужасные Интересные Работы По Именно Интерпрайз Внедрению Делали Свой Собственный Директор Сервер Там Много Чего Они Делали Где Они Сейчас Я Не Знаю По Слухам Та Контора Которая Последний Раз Купила Сьюзи Которая Интерпрайз Ну В смысле Вот Это Дел Копирайд Это Был Такой Порученец От Микрософта Для Покупки Патентов Все Они Купили Патентный Пул Им На Линукс В общем Плевать Так что Не знаю Что Будет С этим Собственным Опенсюзи Пока Живется И В общем Сообщество Там Тоже Довольно Большое Но Я Знаю Что Разработчики Из Ушли В Ред Хат И Еще Куда То Буквально Весь Польский Офис Ред Хат Это Бывший Сьюзи И Не Только Польский Значит Про Дебиан Уже Немножко Говорилось Это Наиболее Такой Технологичный Из Больших Дистрибутивов Реально Человек Который Реально Что-то Делает В Дебиане Он Уже Хорошо Разбирается В Линуксе Вот И Это Самое Большое Хранилище Линуксовое Вообще В мире Да Там До Хрена Всего И Все Работает В меру Конечно Вот Если Вы Связаетесь С Дебианом То Вам Придется Осваивать Линукс И Вы Это Сделать Есть Достаточное Количество Мелких Но Более Мелких Производных Дистрибутивов Которые Ориентированы На Национальную Специфику Вот Про Федора Рашин Уже Михаил Тут Говорил Из На Сегодняшний День По-русски А Нет Есть Еще Вся Рунту Да Вот Такое Ну Это Кастомный Дистрибутив Да Да Мопс Который Слаг Да Да Мопс Ну У них Хозяева Плохие У них Чуть ли не Внеинцы Хозяев Сейчас Какие-то Совсем Плохие Вот В общем Пожалуй Из Локализованных Российских Я больше Не назову Да Есть Система На базе Кубунки Которые Вроде Как Поддерживают Местерство Вау Подназывается Она Чуть не Звезда Понятно Никто никогда Этого не видел Ни одного угла Этой звезды Астролинекс Точно Есть Так Вот Значит Да В принципе Как я понимаю В силу Повышения Международной Связанности Необходимость Локальных Дистрибутивов Которые живут За счет Именно Локализации И привязки К специфике В стране Она Постоянно Потихоньку Отмирает Да Мы наблюдали Перепрофилирование Или вымирание Подобного рода Дистрибутивов Просто вот глазами Вот Кстати сказать Для России Скажем Или Европы Это верно А для развивающих Стран Нет Да Очень популярный Скажем Турецкий Дистрибутив Партус Вот Или там Какой нибудь Еще там Китайский Да Вот этот Ред флаг Вайс Пеленус Был тогда Вьетнамский Спеллинукс Да Вот Значит Почему Вообще Существует Помимо Вот этих Здоровых Еще мелкие Более мелкие Дистрибутивы Типа Арча Там Что мы знаем Из таких Выдающихся Деятелей Альф Линукс Да Совершенно Справедливых В России Еще Какие-то Вот Такие Да Которые Вроде бы Полностью Независимый И реально Полностью Независимый Со своим Сообществом Своим Хранилищем Да Со своими Технологическими Фишками И так далее Я так понимаю За счет Трех вещей Первое Нет Не так Во-первых Существует Достаточное Количество Локальных И нелокальных Производных Дистрибутивов Это понятно Что же касается Независимых Я так понимаю Три вещи Первое И главное Большинство Дистрибутивов Независимых Со собственной Технологии За счет Каких-то Серьезных Технологических Преимуществ Которые имеются У них Внутри Что Арч Что Айт Что Кого мы знаем Еще из таких Я все пытаюсь Вспомнить ПЛД А ПЛД Да Польша Совершенно Справедливый Он жив Вот Я недавно Из него Пакет собирал Вот У них Весьма Серьезная Технологическая Составляющая Которая Позволяет Людям Занимать Там свою Нишу Не будучи Не имея Возможности Занятию В других Скажем Больших Дистрибутивах Сейчас Поясню Скажем На примере Альта Что это Такое Вот Второе Что позволяет Им существовать Это Некое Решение Общей Задачи Да Очень Маленькие Дистрибутивы Которые Делаются Там Путем Сборки Чего-нибудь Из чего-нибудь Вот Ну Там Решают Допустим Не знаю Задачи Организации Фаервола При этом Этот самый Фаервол Он Такой Вот И Чисто Люнуксовый И в Кнопочном Стиле И в Стиле Веб Админки И то И все И пятый Десятый Получается Достаточно Большой Объем Работ Которые Делают Комьюнити Фактически Подобного Рода Дистрибутивы Такие Программные Продукты Это не Дистрибутив Общего Назначения А узко Целевый Вот Третье Это как ни странно Местная Специфика Я уже Сказал Что Производные Или кастомные Дистрибутивы С учетом Местной Специфики Вымирают Потихонечку Но вот Какие-то Такие Совсем Зародившиеся На местах Они Потихоньку Пока что Существуют Например Пока что Существует Альтлинукс Одним из Бонусов Которого Является Как раз Русскоязычное Сообщество Вот И Тем самым Для нас С вами Достаточно Проще Принять Участие В Присоединиться К такому Сообществу Чем К Общемировому Английскому Хотя Я так понимаю На сегодняшний день Английский язык Слишком большой Проблемы Не составляет Но все-таки Поругаться Удобнее на русском Это я понимаю Вот Значит Почему Я вообще Выбрал Альт И не только я Да Я-то ладно Я там работаю Вот Но у меня есть Достаточно Четкая позиция Почему мне Импонирует Именно Альтлинукс Которая Не имеет Прямого отношения К тому Что я там работаю И вообще говоря Наблюдаю я ее Не только Не только На себе Дело в том Что Альт Это На мой вкус Достаточно Сбалансированный Достаточно Сбалансированный Подход Время использования Альт В случае Если Ваша задача Стоит И в том Чтобы иметь Готовый И работающий Продукт И пользоваться Компьютером Как бытовым Прибором И в том Чтобы достаточно Быстро Иметь возможность Достаточно быстро Освоить Всякие Линуксовые Технологии И то И другое Почему Это так Потому Что У нас Есть довольно Ну Компания Альтлинукс Выпускает Довольно Приличные Дистрибутивы Которые Решают Такие Общебытовые Задачи Типа того же Симпли С одной стороны С другой стороны Я уже хвастался Что по моему мнению Ну если мы только Не остановимся В развитии Потому что Все может быть Случится Какой-нибудь Катаклизм Всех Увольняют Деньги Все кончатся И все По моему мнению На сегодняшний день Альт Чуть не самый Технологичный Дистрибутив Именно в плане Изготовления И проверки Целности Хранилищ Соответственно Эта технологичность Я про это Тоже уже упоминал Она сводится Еще и к тому Что процедура Собственно Изготовления Пакета Из ничего Она упрощена До безобразия Помнится мне Позапрошлым Что ли Году У меня была Такая показательная Лекция На которой Я Собирал пакет Девятого Позапрошлым Году Заняло Это у меня От начала То есть С момента Скачивания Исходных Текстов Сабстрима До момента Подписи Пакета За самым Невоксизив В 40 минут С объяснениями С ошибками Я специально Сделал несколько Ошибок Ну будем считать Что специально Вот Нет Одно из них Я точно специально Сделал То есть Вот Именно Именно Показательная Сборка Замела 40 минут На самом деле Занимает это Быстрее Да При этом Как было Сказано На другой Нашей лекции Особых знаний Это не требует Это требует Некоторого количества Неособых Знать Вот Значит Вместе с тем Значит Итак С одной стороны Задачи Работы Там Каких-то Базовых И обычных Пользовских задач Решение Пользовских задач С коробки Они решаются Дистрибутиментами С другой стороны Простота сборки С третьей стороны Достаточно легко Попасть в комьюнити На самом деле Если вы собрали Там Один Два Три Пакета То вас С удовольствием Примут Разработчики В том смысле Что вы будете Вот эти ваши Собранные Программные продукты Которые вам нужны Сами же и поддерживать Соответственно Пользуясь всеми ресурсами Сообщества Которые позволяют Это делать В достаточной степени Ну Гораздо Гораздо легче Чем постоянно Все это делать руками Вот То есть Ну Я привел в комьюнити В общем людей Которые Ну Достаточно Не туго знают Программировать Тем не менее Они собирают пакеты Я уже по-моему говорил У нас PR-менеджер Собирает пакет Правда С этими Сами Собоями Но ведь Собирает Вот Да Так вот Значит Это я к чему Допустим Стать Дебиан-девелопером Очень тяжело Да Там реально Серьезный Профессиональный Фильтр Потому что Там все делается На дисциплине И на Как бы Абсолютно Доверие Вот Я знаю Людей Которые Хотели Так и не стали Дебиан-девелопером Ну Правда По По причинам Что им просто Не хватило терпения Всю эту процедуру Вытянуть Вот В общем На мой взгляд Если вам нужно И то и то Да Если вам нужно И шашечки И ехать Вот То такие дистрибутивы Типа того же Типа того же ПЛД Если он действительно Вот Активный Или там Арка Или Альта Да Они вполне Вам подходят Вот такие дела Вот Но понятно Для начинающих Все-таки там Какая-нибудь Убунта Она Вот просто Поставил Потрогал А ну Как бы Работает Ну И фиг Вопрос В том Что делать Дальше Ну Вот такие Кажется Я Все что Хотел Значит Еще какие Бывают Еще какие Бывают Дистрибутивы Чтобы про них Рассказать Интересно Да нет Будем Давай Не будем Значит Давайте Не будем Просто Называть Название Ну Название Да Они Есть Название Подите На Дистрибутив Там Все Написано Вот Содержательная Часть Лекции Заканчивается Вот Ну Насколько Она Была Содержательная Я Считаю Что Не Очень Да Давайте Немножко У нас Есть Десять Минут Поговорим О Предстоящем Экзамене Значит Я Рассчитываю Что Экзамен Будет Через Неделю Я Надеюсь Что Нам Удастся Заказать Аудиторию Возможно Даже Эту Вот Лена Мы Можем Рассчитывать На то Что Вы Попробуйте Заказать Не Ну Раньше Начнется Зачетная Сенсия Заказывать Нельзя А Тогда Она Будет Просто Наша Пока Так Двадцать Первое Число Через Недень Заказать Заказать У нас Будет Заказ В Недель Аудитория А Недель Почему Ну Потому Что Так Вот Очень Начнется Пока Не Начнется По Могу Могу Да Я Три Год Назад Заказывал Да Вы Попробуйте Потому Что Я Заказывал Помню Что Точно Вот Они Говорят Вот У нас До Будет Еще Пока Ничего Ну Окей Значит Предположительно Тогда Через Неделю Здесь Видимо Четыре Часа Видимо Четыре Часа Теперь Относительно Содержания Я Постараюсь В эти Выходные Сделать Что То В виде Что Что В Списка Тел Да Мы Замираем Тех Кто Не знает Что Не знает Происходит В Говор По Всем Тем От Начал До Конца Но Чтобы Это Не Происходило Один На Один Происходит Один На Группу Небольшую Вот То Есть Со Стороны Жеминар Постает Вуза К К Сожалею Пока Что Я Таких Не Вижу Но Не Беда Они Могут Появиться Вот Да А Соответственно В Каче Группу Выступает Человек Семь 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 Вот Раньше Я всегда говорил Что Не Рассчитывайте Вот так Спроста Получить На этом Заниме Пятер Потому Что Вообще Я даже Помните Поначалу Далал Домашние Задания А потом Бросил С Вообще Говоря Для того Чтобы Получить Тех Задание Вы Должны Должны Вопрос Вне зависимости От того Чего Вы На Ленце Это Важно Я Мог Нести Достаточно Сильную Слуху На Ленце Но Если Вы Чем Неже Транслирует То Мне Станет Студно Я Разожжу На Себя А Ваш Окружающий Нет Ничего Хорошего Нет Не Я повторяю Я постараюсь Написать Тех По Кому Надо Иметь Представление Не Обязательно Там Все Знать Не Вот Тем Более Что На Смущает В этом Все Это Ну Некая Разрозность Все Так У нас Дисциплина Не Математическая В том Смысле Что Она Такая Инженерная Есть Некий Список Тем Которые Вы Должны Ну И Для Этого Мы Разговариваем По Всех Тем Вопрос Как В Экзамен Делать Вот Так Делаем Соответственно Экскурс Этот Считается Экскурсом Кафедры СВК Пока Что-то Не Отменили К Выходным Напоминаю Будет Я надеюсь Будет Списк Вопросов Может Даже Раньше И Спектр Рассчитывается На любую Потому Что В принципе Я Не Старом В Выставление Пятерых Коммунипопозит Мне Хочется Чтобы Ваша Стабленность Была Налицо Вот Так И Дела Вопрос По Экзамену Ну а если Например У человека Требе Требуют Зачаться Значит Скорее всего Будет Еще Один Экзамен Но Скорее всего Он будет Но Тут уж Мы должны Действовать Кооперативно Мне В общем Все равно Когда Он будет А вот Вы Должны Сговориться Со всеми Теми Кто Хочет Его Сдавать И Со мной В том Часы И Тогда Мы Еще Раз Его Установим Ну Как бы Экзамен Устраив Я А Если Нужно Делать Еще Раз И Оставить Его Я Не Готов Примать Экзамен Десять Раз Да Более Того В конце Концов Двадцать Первое Число Это Не Тому Хотя Можно Попробовать Двадцать Слов Точно Ничего Не Попробуем Да А Где Как Висков Рас Получ Он Будет В Ухажив На Сайте Я Надеюсь Что Если Не Сегодня Ночью То В Субботу Когда Ночью Я Это Сделаю Еще Вопрос Ну Окей Значит Тогда Все Наверное До Встречи Не Замет Спасибо Спасибо